В начале о крупной полицейской операции в Волгоградской области. Там задержаны предполагаемые создатели финансовой пирамиды, жертвами которой стали больше 10 тысяч россиян в разных регионах. Своё предприятие мошенники называли группой взаимопомощи, обещая вкладчикам выгоду от депозитов и покупки ценных бумаг. На деле же доверчивые граждане просто помогали обогащаться аферистам. Тем удалось собрать в общей сложности почти полмиллиарда рублей. Все подробности в репортаже Елены Пич. Вряд ли для организатора так называемой социальной группы взаимопомощи в Витязи визит полицейских был такой уж неожиданностью. Его, как и тех, на ком он наживался, скорее всего, сгубила жадность. Дескать, может удастся заработать еще пару десятков миллионов. Правда, мужчина в спортивном костюме совсем не похож на уверенного в себе бизнесмена из рекламных роликов, который и сам зарабатывает, и других учит делать деньги. Хотелось бы уже сегодня жить, чувствовать себя финансово свободным, получать возможность путешествовать, покупать то, что тебе нравится, не влазить ни в какие кредиты. Документы, печати, пластиковые карточки, списки пайщиков, все, что было найдено во время обыска в 18 регионах страны, только подтвердило. Витязи хорошо построенная финансовая пирамида. Дмитрий Мазанов организовал ее по образу и подобию МММ, участником которой сам был два года назад. Тысячи рядовых вкладчиков отдавали деньги десятникам, которые постоянно подстегивали их вкладывать еще и еще. Десятники подчинялись сотникам, тетысячникам, входившим в региональное управление. Дальше деньги уходили в совет управляющих, которые занимались организацией рекламных кампаний, тренингов и семинаров. Они обещали погасить за вас в банке крупный кредит или практически удвоить ваши деньги. Месячный доход от вклада от 30 до 70 процентов. И в первый раз эти деньги действительно выплачивались. Вносили 100 рублей, им в ближайшее время, в течение месяца, возвращали с огромными процентами, условно сказать, 170 рублей. Человек в следующий раз уже вкладывал 1000 рублей, ему возвращали 1700 рублей. А потом человек относил, собирал все, что у него есть дома. Нине Ситникова и ее мужу по команде одного из десятников, перечислившим на счет некого физического лица несколько сотен тысяч рублей, в первый месяц тоже выплатили огромные проценты. Признается, не сомневалась, что это результат выгодного вложения Мазановым и ее денег. Что это за способ? Что это за инструмент? Это золото. Золото. Вот что во все времена имело ценность. Он ездил, рассказывал, что на Кипре собираются покупать недвижимость, деньги вкладывать в недвижимость, а это прибыльное дело. То есть у нас там у каждого будет своя доля в этой недвижимости. Положить на неизвестный счет почти полмиллиона рублей жительницу Самары Светлану Гридневу убедила новая приятельница. С ней она случайно познакомилась на отдыхе в Греции. То, что деньги даже без процентов уже не вернуть, она, как и многие вкладчики пирамиды, поняла спустя пару месяцев. Мне уже пошли такие угрозы, что вот, приводи людей, что это такое, значит, будешь людей приводить, и мы тогда эти деньги отдадим тебе, а эти люди уже пусть как хотят. То есть, естественно, на такие варианты я уже не могла пойти. Установлено, что только в период с ноября прошлого года по июнь этого года злоумышленники обналичили и присвоили около 30 миллионов рублей. Кроме того, задокументизирован факт хищения около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых вкладчиков под предлогом выплаты высоких дивидендов, которые составляли примерно до 30 процентов в месяц. Деньги вкладчикам вряд ли вернут. Как установили полицейские, все они теперь на заграничных счетах. Тем, кто обратился в суд, в выплатах тоже было отказано, ведь они добровольно отдали свои деньги, поверив, что строительная бытовка на обочине дороги может быть финансовым супермаркетом.